10 августа только к вечеру Дмитрий Артюхов добрался до Нового Уренгоя и сразу же отправился с проверкой в аэропорт. Там идет ремонт взлетно-посадочной полосы. Ну а сегодня утром второй день в Новом Уренгое тоже начинается с проверки очень важного для нашего города объекта. Это развязка ПМК-9. Она готова уже практически на 90%. И как говорят строители, что сначала стройка, а потом история. Действительно, этот объект войдет в историю нашего города. Совсем недавно новоуренгойцы сами выбрали название для новой развязки. В народном голосовании победил вариант «Солнечное». Строят ее по поручению губернатора. Этот транспортный объект важен не только для города. Тут он поможет разгрузить трафик на дорогах, но и для важнейшего ямальского проекта «Северный широтный ход». В этом году объект должны сдать. Дополнительные экраны. Да, вот здесь вот. Экраны, которые сейчас будут. Уже узнаваемые. И выезд там. И выезд вот здесь. Но надо будет закрыть. Они защитят от шума? Конечно. Примерно процентов 60. Поглачают, да? Это чувствительно очень. Без комфорта быть не должно. Улучшают в городе не только условия передвижения, но и условия отдыха. Вторым пунктом прогулки по Новому Уренгою стал обновленный сквер строителей. Территория уже значительно преобразилась. Появилось множество дорожек. Они петляют по, в общем-то, небольшой территории парка, но спроектированы так, что прогуляться теперь действительно есть где. Сейчас в сквере продолжаются работы по озеленению. Еще появятся лавочки, качели и освещение. Сдать все должны в этом году. А вот в прилегающем к скверу микрорайоне энтузиастов, где тоже в этом году многое обновилось, работы продолжатся и в 2022. Здесь уже перемычка между Ямальской и Юбилейной улицей. Это уже строительство на триквартальных проездах. Очень большой проект. Вы в том году были здесь? Сейчас заканчивают проезды, бордюры, тротуары и освещение. А вот озеленением займутся уже в следующем теплом сезоне. Еще один двор, в который заглянул губернатор, находится в микрорайоне Восточный. Там тоже провели большие работы в этом году. Отремонтировали проезды, тротуары и освещение. Такие работы сделали во всем районе. Во многих дворах появились новые детские площадки. Еще один важный и новый городской проект совсем недалеко от этих дворов. Детская поликлиника и женская консультация. Зашли и туда. Проезд вот этот в этом году не делаем, потому что поликлинику открываем. Будем делать в следующем году. Стоянка за 6-4. Вот здесь тоже и включаем как раз этот проезд. Ну, то есть фрагменты, которые упущены. Строительство нового медицинского центра идет по плану. Его должны сдать в первом квартале 2022 года. А вместе с ним и все участки подъездных дорог к нему. В таких прогулках губернатор провел первую половину дня в газовой столице.